Спасибо огромное! Ну и конечно же хочется услышать Николаев, потому что Николаев сегодня на Майдане тоже танцевал замечательно и тоже сходили с ума. Алина, как дела? Для победы для места Донецк мы используем важкую артиллерию и ее особо главная людина места Миколаев, мэр Володимир Чайка. Володимир, расскажи, что понравился вам выступ команды? В первую очередь я благодарен за то, что родители отпустили моих детей. Раз. Другой, я очень благодарен за то, что сегодня мы классно выступаем. Это два. И третий, я знаю про то, что мы победим, потому что там есть мои друзья в жюри. Где там? Нигель, приветствую. И мой друг, мэр Донецка. Привет. Я знаю про то, что Николаев болеет за шахтар. Я хочу, чтобы донечане чуть-чуть побачили Николаев и побачили, что он объективно сегодня выиграет. Дякую. А как вы оцениваете шансы города, если города пройдет в півфинал? Я могу сказать, что я поддерживал, депутаты поддерживали и поддерживаем на победу. Дякую сегодняшний вечер. Все чудово. Дякую вам. Ну, еще давно мы бачили маленькую нареченную Машеньку, а сейчас в нас справжняя красуня наречена Маша, яка сегодня стала дружиною и разом с человеком Иваном приехали до нас прямо зі свого веселля, чтобы попросить. Я очень рада, что родилась в Николаеве. Я сегодня стала женой. Я прошу судей, пожалуйста, присмотритесь к этим ребятам. Они очень талантливые. Оцените их по достоинству. Ну, что ж, мы все витаем нареченых. Они целуются. И все волевальники приедутся до слів мера и до прохання молодят. И мы чекаем за терпением на вердикт жюри. А також просим во всю Украину підтримати Миколаеву и голосувати. Отправляйте смс цифрою 2 на номер 5160. Миколаев, хроший! Ну, послушайте, ну, во-первых, конечно, с днем свадьбы вас поздравляем. Но раз хотите, чтобы вы члены жюри проголосовали в вашу пользу, ну так назовите сына Атаром. Тогда продолжим, друзья. Сейчас серьезно. Мы подошли к решающему моменту четвертьфинала. И когда две команды уже показали, на что они способны, это время, когда мечты или сбываются, или, к огромному сожалению, рушатся. И все это будет зависеть от тех оценок, которые выставят наши уважаемые члены жюри. И сейчас как раз-таки настал тот момент, когда со всей Украины в адрес Николаева или в адрес Донецка сыпятся миллионы смс-сообщений. И накалились телефонной линией, потому что вся Украина голосует за один из городов, которым сегодня понравился гораздо больше. Уважаемые члены жюри, я напоминаю вам, что перед вами сейчас две команды. Одна тысяча человек. И половина из них это город Донецк. И вторая половина это город Николаев. Мигель, скажи, пожалуйста, увидел ли ты то, что хотел увидеть во время этого финального сражения? Ну, по крайней мере, такого баттла у нас не было еще никогда. У меня было... Находчивостью вы взяли. И так, и команда, и та команда. Молодцы. Что касается народных танцев, такого не было. Ой, мама, я даже не знаю, что сказать. На самом деле... Для меня сегодня вы сравнялись еще на номере, и сейчас на баттле тоже вы равны. Я не знаю, все решат зрители, потому что все решат зрители, потому что для меня... Нет. Рано ставить оценки, подождите. Ну, правда, хватит. Ну, видите, как волнуется Мигель, мы все волнуемся. Анастасия, что по-вашему, что важнее во время этого номера? Воля к победе или все-таки точная и четкая хореография? Важнее и воля к победе, и четкость, и точность. Мне кажется, сегодня очень сложный день, потому что соревнуются практически равные команды. Но вместе с тем меня поразила в команде Донецка верность традициям города, которые и в шахтерах, которые совершают великое дело, и в шахтере, которые прославляют великий спорт. Вот. Спасибо огромное. Я думаю, что сейчас самое время выставлять оценки за это финальное сражение. Итак, сперва мы выставляем, внимание, выставляем оценки Донецку. Готовы? Оценка Романа Виктюка. Пять. Атар. Шесть. Мигель, какую оценку поставишь ты? Пять баллов станет Мигель. И Анастасия Молочкова. Шесть баллов для Донецка. Сумма баллов. Двадцать два. Поздравляю. Отличное достижение, ребята. И сейчас время выставлять оценки для Николаева. Атар, что? Что? Что хочешь ты сказать? Не знаю, был ли это лучший батл, как грузины, меня пугают все румынские слова. Батл, шматл, не знаю. Но это было самое остроумное противостояние. Самое остроумное. Тогда давайте наконец-таки это оценим. Напоминаю, сегодня впервые в Майдансе Алиса ставила танец. И как пацаны, нападающие кутаинского торпеда, того же шахтера. Ей цветы преподнесли. Единственное, они должны были ее потом в свою пещеру отвезти туда. Но я хочу сказать, это было самое остроумное противостояние. Тем не менее... Тем не менее, мы сейчас узнаем, как это будет выражено в ваших оценках. Но сперва, минуточку, оценка. Роман Григорьевич Виктюка. Пожалуйста, ваша оценка Николаева. Я единственное хочу сказать, что Алиса грандиозный хореограф. И ваша оценка? Ваша оценка? Шесть! Оценку от Ары уже начали. За выступление города Николаев? Шесть! Что же поставит Нигель? Нигель ставит пять. И чем же ответила Анастасия Волочкова? Пять. И сумма за это выступление тоже 22 балла. Тина, о чем же сейчас говорят участники команд? Участники сходят просто с ума. Они верещат, пищат, радуются, потому что действительно волнительный момент.